Музыка Прибавка к получке. Президент Казахстана поручил с 2019 года повысить минимальную зарплату в полтора раза. Гнив на милость. Со следующего года в Казахстане проведут налоговую миссию для малого и среднего бизнеса. Пронесло. Сегодня могут снять карантин по вспышке сибирской язвы в Восточно-Казахстанской области. На телеканале Домикен Бизнес. Главные новости. В студии Кирилл Закенева. Здравствуйте. 96 миллиардов тенге будет выделено из республиканского бюджета на повышение минимальной заработной платы. Средства будут предусмотрены из госказны на 2019-2021 годы. Об этом сегодня заявил глава государства Аннар Султан Назарбаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана. Президент поручил правительству со следующего года увеличить зарплату казахстанцам с 28 до 42 тысяч тенге. Это будет реальной помощью для каждого казахстанца. Это напрямую увеличить оплату труда 1 миллиона 300 тысяч человек, работающих во всех отраслях, на предприятиях всех форм собственности. А также повышение коснется 275 тысяч работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35%. Также глава государства уже в следующем году поручил разработать закон о статусе педагогов. Документ должен оптимизировать работу учителей, снять с них лишнюю нагрузку, избавить от постоянных проверок. И самое главное, новый закон должен дать возможность учителями и работникам дошкольного образования заниматься своими прямыми обязанностями. Сократить нагрузку, огородить от непредвиденных проверок несвойственных функций. Слушайте, на местах, на учителя взваливается все что угодно. Выборы проводят учителя, агитации видят учителя. Чего-нибудь надо сделать от учителя, это никто не платит им. Надо их освободить, они же должны готовиться к урокам. Они должны работать в положенное время. Также сегодня глава государства поручил провести со следующего года налоговую амнистию для малого и среднего бизнеса. В последний раз подобная акция проводилась в Казахстане в 2015 году. Кроме того, порог налоговых нарушений без уголовной ответственности поднимут до 50 тысяч МРП. Также для борьбы с теневой экономикой глава государства поручил реорганизовать службу экономических расследований и передать ее полномочия в Комитет финансового мониторинга. За три года теневую экономику поручено снизить на 40%. Нидропользователи в Актюбинской области предпочитают покупать запчасти за рубежом. Кассодержание в закупках в этом году значительно сократилось. Мониторинг показал, что из 10 миллиардов тенге, рекомендованных властями, товар у местных производителей приобретены лишь на 6 миллиардов. В основном закупается офисная мебель, трубы и пластиковые окна. А вот, к примеру, запчасти на специализированную технику инвесторам гораздо выгоднее брать в России и Китае. Представители добывающих компаний отмечают, что даже с учетом всех логистических затрат, эти товары обходятся гораздо дешевле, чем на казахстанском рынке. В свою очередь, в Управлении индустриально-инновационного развития предложили установить более длительные сроки действия договоров закупок до 3-5 лет. Также, по словам специалистов, в рамках долгосрочных контрактов есть возможность снизить стоимость продукции, что привлечет иностранных инвесторов. Многое продукции, которое производится за рубежом, та же самая китайская и российская, естественно, по ценам она намного ниже по сравнению с нашими. Соответственно, с этим конкурировать довольно-таки сложно нашим предприятиям. Это зависит от того, что, допустим, если какая-то крупная фирма, та же самая китайская, у нее огромные объемы, естественно, себестоимость продукции ниже. Между тем, создать в Казахстане единый комитет по контролю качества, безопасности товаров и услуг предложил президент страны. По словам Назарбаева, сегодня отсутствует целостная политика по защите населения от некачественных, опасных для здоровья и жизни товаров, в том числе продуктов питания, воды, лекарств и детских игрушек. Тем временем 15 учеников и один педагог были госпитализированы в Уральской средней школе номер 40. По словам пресс-секретаря управления здравоохранения области Айнагуль Сокпусуновой, дети отравились неизвестным веществом. Изначально вызов поступил на троих детей. Жалобы были на недомогание. Врачи их госпитализировали. Позже в детскую больницу было доставлено еще 12 школьников. Диагноз – отравление неизвестным химическим веществом легкой степени. Школьники направлены на амбулаторное лечение. И сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Стоит отметить, что с места происшествия также был госпитализирован педагог. Ей был поставлен такой же диагноз. А в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области сегодня планируют снять карантин по вспышке сибирской язвы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства. Напомним, 21 сентября в инфекционной больнице Усть-Каменогорска от сибирской язвы скончался хозяин фермы, где содержался крупный рогатый скот. После употребления в пищу мяса больного животного у него появились первые симптомы заболевания. Часть мяса фермер успел даже продать местным жителям. По данным МСХ, после снятия карантина специалисты Китая проведут проверки на 30 предприятиях Казахстана, которые поставляют мясо в Китай. По заявлению официального представителя министерства, нет оснований для того, что экспорт мяса в Китай пострадает, так как весь скот в Казахстане вакцинирован и нет угрозы распространения сибирской язвы. И к новостям в мире. Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 1424 человек. Причем, как предполагается, эта цифра еще будет расти. Больше всего пострадали жители города Палу. Здесь разрушены тысячи домов. По словам спасателей, под руинами зданий могут находиться еще сотни людей. Согласно данным Агентства климатологии и геофизики, на территории Индонезии зафиксированы 300 сейсмически активных участков. Жители предупредили покинуть побережье в случае восстановления землетрясения. На сегодня число погибших на острове Сулавеси выросло до 1424 человек. Свыше 200 из них из города Палу, 144 из Дангала и 64 из Сиги. Также 1407 тел были недавно кремированы. Сирийские семьи возвращаются в город Хама, расположенный в центральной части страны. За последние годы военный конфликт нанес значительный ущерб инфраструктуре. Здесь почти все дома и здания разрушены. Представители ООН обещают до конца года помочь восстановить жилище почти 2000 сетей. Сейчас организация оказала помощь около 100 жителям. Как отмечается в Хаме, за последний период ситуация значительно улучшилась после подписания соглашения между Россией и Турцией по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе. Напомню, в прошлом месяце Москва и Анкаран договорились создать территорию длиной в 15-20 километров. Инициатива была направлена на превращение гуманитарного кризиса. Когда мы вернулись, была зима. На тот период нам было очень холодно. Однако недавно нам установили двери и окна. Теперь мы можем спокойно жить. Один из крупнейших городов Йемена, Таи, захватила волна протестов. Тысячи человек выступили против ухудшения экономического положения в стране. Местные жители также потребовали остановить гражданский конфликт, который длится с 2015 года. Более того, они попросили от коалиции Саудовской Аравии прекратить воровать у Йемена газ и нефть. Между тем, цены на многие товары за последние годы значительно выросли. Реал потерял больше половины своей стоимости по отношению к доллару. Напомню, Йемен – беднейшая арабская страна. Здесь отмечается наихудший гуманитарный кризис. Нас охватывает злоба. Коалиция во главе Саудовской Аравии проникла на территорию Йемена под определенным соглашением, который якобы должен был помочь либерализовать страну. Однако вместо этого представители фракции начали контролировать сырьевые источники нашего государства. Мы требуем вернуть нам нефтепродукты, а также открытие аэропорта. В американском Майами временно закрыли ряд общественных пляжей. Накануне здесь обнаружили токсичные водоросли, известные как Красный прилив. Эти растения приводят к вымиранию рыб, а также к кашлю людей, находящихся на берегу. Как отмечается, Красные приливы возникают у западного побережья Флориды, когда водоросли размножаются в плотных концентрациях. В целом такая ситуация на Атлантическом побережье штата встречается редко. Всего 8 вспышек с начала 50-х годов. Здесь из-за токсичных водорослей вымерли несколько рыб. Люди, находящиеся на побережье, начали кашлять. Это вызывает обеспокоенность не только у туристов, а также и местных жителей. На этом у меня пока все. Оставайтесь на телеканале Томикен Бизнес.